Зеленский опять это сделал. Вот, глянь на это. Это когда он еще был вменяемым. Итак, молодой Зеленский до того, как был куплен этим кабалом. То есть это еще до того, как он понял, как все обстоит на самом деле, так как на самом деле он всего лишь марионетка транснационального бизнеса, и если он пойдет против него, то они его убьют, использовав для этого право радикальных нацистов на Украине. Они уже даже заявляли, что сделают это. А это он еще до всего этого. И послушайте, что он говорил до того, как понял, что его просто убьют. Готовы? В Стоке и в Крыму. Окей, вот что он говорит. Он говорит, на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски. Оставьте их в покое. Просто оставьте их в покое. Предоставьте им законное право говорить на русском. Наша страна не должна делиться по языку. Я сам еврей. Я говорю на русском, и я гражданин Украины. Я люблю эту страну и не хочу быть частью другой. Россия и Украина – братские народы. Я знаю миллионы, тысячи прекрасных людей, живущих в России. Мы одного цвета, одной крови. Мы понимаем друг друга вне зависимости от языка. Ребят, да ладно, мы одного цвета. Так он говорил до того, как Запад и НАТО его захватили. Вот как он раньше говорил. А теперь вот, Украина запрещает русские книги и музыку, проводя дальнейшую дирусификацию. Разворот на 180. И из-за этого его тогда и избрали. Он говорил об объединении народов, окончании войны и обо всем таком, имея в виду бомбежки Донбасса. Его поэтому и избрали. Он говорил о мире и объединении страны. Знаешь, как можно было дирусифицировать? Это русская часть, которая не хотела быть с Украиной? Окей. Да, пусть отделяются. А теперь вот, новые законы повышают квоты на украинский язык в музыке, радио и телевидении. Это еще от прошлого года. Джимми, а если Америка будет воевать, как считаешь, она запретит все на языке нашего врага? Ведь, конечно же, не будешь защищать свою родину вместе с нацистами и запрещать все языки, кроме тех, которые эти нацисты укажут. Итак, я показываю это потому, что я сам только что узнал об этом видео, но только всплыло. И это самый лучший пример огромного контраста того, как Зеленский говорил и управлял раньше, до того, как его захватило НАТО. А теперь он запрещает русский язык. Именно поэтому Шон Пен уважает его как актера.